Человека, почтальона, собака покусала. Я сказал, иди сюда. Хозяина, блядь, не слушает. Здравия ко мне. Ты его забрать можешь или нет, или ты его сам боишься? Сейчас если приедет наряд, он его нахрен пристрелит. Ну так забери ее с улицы. Я его не слушаю. Обжирает, блядь, себе собак. Никого не слушаю. Это ваша собака, надо смотреть, людей кусают. Понимаешь? Так нельзя вести себя, но люди боятся. Вы его не боитесь. Закрой двери, что ты открываешь двери? Собака, она агрессивная, будет кусать людей. Зачем? Понимаю. Ну. Ну, вырваться. Так, а зачем ты заводишь собаку, если она тебя не слушает? Ни хрена. Собака, нужно бы вести себя аккуратно. Так это, ребята, что такое сложный вопрос? Ну, я не знаю, будет ли заявлять пострадавшая. В общем, вот так вот человек исполняет свою работу. Приходит проверять счетчики воды. И вот такие нерадивые хозяева имеют животных и не могут за ними смотреть. Вырвалась из дома овчарка немецкая и покусала нашего контролера. Мы обращаемся ко всем жителям Эвидеополя. Вы поймите, коль вы уже кто-то имеет собак, надо за ними смотреть. Если вы знаете, что собака имеет какую-то агрессию, то если к вам кто-то приходит, пожалуйста, возьмите ее на цепь или спрячьте в другую комнату. Не подвергайте опасности другим. А если вы не можете справляться с животными, то лучше их не заводите, потому что животное требует ответственности. Так, ну, слава богу, травмы не очень серьезные. Врачи оказывают помощь. К сожалению, сама женщина писать заявление не хочет в полицию. Зря, конечно, но это ее желание. Ко всем еще раз обращаемся. Будьте внимательны, следите за ними, с животными. Потому что это опасность, и сильное животное, опасное, в руках нерадивого хозяина может превратиться вообще в оружие. Спасибо нашим врачам, что всегда на месте и всегда помогают.